Французы собираются покорить Америку. Причем в никаких массовых брендах вроде Renault, Peugeot или Citroёn речи не идет. Тараном станет новый бренд DS и никаких ассоциаций с концерном PSA, который производит массовые автомобильчики. В качестве технологий французы собираются бороться с американцами их же оружием, то бишь электричеством. Учитывая бешеную популярность бренда Tesla и технологий электромобиля с большой автономностью, концерн PSA решил сделать то же самое, только облечь это куда в более экстравагантную и проработанную, подчеркиваю, форму. Конечно, мы имеем дело с концептом, но качество исполнения, качество проработки деталей несоизмеримо выше здесь, чем у серийной Tesla. И есть все основания полагать, что технологии массового производства, конвейерного производства, которые стоят на вооружении французов, позволят и сохранить это качество, когда машина начнет тиражироваться. А то, что она начнет тиражироваться, сомнений почти нет. Ведь, несмотря на то, что эта довольно экстравагантная игрушка выглядит как прототип, она как никогда близка к серийному производству. Конечно, кое-какие, ну совсем завихватские детали, вроде зубастой панели приборов, уйдут. Но в целом и 405-сильный электромотор останется, и батареи, способные обеспечить автономность в 360 км в городе и 310 на трассе, и самое главное, блестяще проработанная с точки зрения аэродинамики форма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова